и сегодня я расскажу про то что такое point-based детекторы как они устроены больше я буду рассказывать про центр нет расскажу про некоторые стандартные вещи как можно сделать любую сеть лучше в целом поехали такое задача детектировать начинать надо всегда с этого это обнаружение на изображение 0 на видео если видео рассматривать как последовательность изображений объектов виде прямоугольника вокруг них прямоугольники в простейшем случае классическом имеет стороны параллельный осям координат и у каждого прямоугольника должен быть класс которому принадлежит вот здесь показан пример как выглядит детектор одного класса людей на базе центр нет а это то как работает с интернет на мой взгляд работает чудесно по центр нет а в мире полно детекторов вот я написал некоторые из них и мне хочется вас спросить вот я ссылку сейчас кину в чат я надеюсь у вас под рукой интернет а может я знаю что люди все скромные а давайте попробуем определить а какой детектор самый лучший мир про то что я сел там пару минут назад то что у хавай лучший детектор это немножко неправда потому что когда вы тренируете ансамбль это немножко обман поэтому давайте попробуем все таки ответить на вопрос по ссылке которую я прислал там все анонимно можете выбрать любой детектор и списка который я указал либо написать свой если вы считаете что есть детектора лучше чем какой-то из моего списка давайте будем ориентироваться например на качестве и я вам покажу результат я не знаю чего ответить но мне самому очень интересно если вы туда добавите детектора которым я не знаю чудесно буду буду читать так вот уже 10 ответов есть да есть прекрасный ответ мне прям очень нравится эти я еще подожду секунд 10 и покажу вам результаты очень интересный в общем я таких не ожидал ну давайте я покажу что получилось мне кажется 20 19 20 человек это достаточно репрезентативно получилось вот такая картинка на мой взгляд победителей нет вот фастер html и центр нет по три и куча остальных сантернет 2 он кто-то знает про центр нет 2 htc прекрасный ответ depends зависит детектор rs каскад хара ух мне нравится этот ответ это явно одно из самых быстрых решений вкос каскад и объединилась и так далее классные ответы спасибо вот если вообще посмотреть на этот вопрос он такой слегка странный потому что с моей точки зрения в мире вообще всего два детектора существует можно сказать три сна чашкой первые это сингл стейдж детекторы их развитие например до анкорбейс и второе это пустой а вот эти все названия это по сути то насколько инженерная мысль довела людей до каких-то конкретных реализаций и сейчас я покажу что я об этом думаю да замечу что некоторые вещи которые я говорю они класс достаточно субъективно это моя точка зрения которые основана на опыте и вы можете не согласиться если вы с ней не согласны будет здорово если вы об этом скажете мы как раз обсудим поехали дальше и начну я немножко с истории 2015 года с первого детектора ну скажем так первого популярного детектора который был достаточно революционен на тот момент это йола при этом я буду говорить про одну из первых версий статьи то в каком виде эта статья была опубликована через несколько ревизий там всего 5 ревизий если вы зайдете на архив там немножко изменилась идея но мне нравится вот изначальная версия йола в том виде как она была если вы думаете что я дальше буду говорить про историю это не правда всего лишь один слайд а дальше будет с интернет а тем не если взглянуть на йола я сейчас немножко расскажу как она работает то работает она удивительным образом идеологически у нас есть картинка картинка проходит через бакбон дальше у нас есть хитмапа я буду называть это хитмапа и 7 на 7 в которой мы на этапе тренировки помечаем где находится центр то есть мы находим у каждого объекта на картинке центр и в ту ячейку в которой центр попадает мы считаем что там труп позитив там находится центр объект после того как мы тренировали у нас получается вот такая карта так ничего не видите является вот такая карта в которой показано в какой ячейке находится центр объекта и какому классу он принадлежит формально это делается с помощью такого тензора у которого есть 20 каналов 20 идет из дата сета паскаль где по каждому из каналов у нас находится хитмапа 7 на 7 который говорит о том что в этом канале располагается объект данного класса и еще общие четыре координаты уточнение центра x и грек и в их а ширина высота целом это была изначальные дела идея йола если проследить как она развивалась дальше она скатилась в анкорбейс подход давайте посмотрим как устроен центр нет если по елу опросов нет то я бы хотел поехать дальше вот йола устроена была таким образом спустя четыре года появляется центр нет и устроится он следующим образом у нас есть картинка мы ее по умолчанию до скейтем до какого-то фиксированного размера сохраняя аспект рейшо возможно применяем какие-то документации бэкбон на выходе у нас получается тензор из этого тензора мы получаем три выхода первый это хитмапа с центрами объектов их всего c по количеству класс дальше 2 а все там которые уточняют центр объекта x и y это нужно для того потому что у нас уменьшается пространственная размерность если у нас входная картинка имела размер в х то по умолчанию хитмапа уже имеет размерность х на 4 в 4 то есть мы получаем по каждой размерности в четыре раза меньше позиций поэтому центры априори не точные и как раз нужны дельта x дельта y чтобы их уточнить то есть по сути сделать сдвиг на 4 пиксель если требуется не более чем но добавлю что это не регламентируется в тренировке в принципе сдвиг может больше быть больше четырех хотя навряд и еще две два выхода который определяет длину и высоту ширину и высоту объекта если вспомнить то что играл три минуты назад я честно не вижу отличие между первой елла и тем что было в центр нет и по факту если вот взять паскаль c будет равно 20 20 к на 20 классов получаем те же 24 выхода какую в оригинальной елла а вот сейчас мы поговорим чем было отличие но если взглянуть на саму идеологию то как выглядит архитектура не абсолютно одинаковые есть отличие я сейчас про это поговорю глядя на это все меня ложилось впечатление что автор елла не просто так первой версии сделали по сути центр нет а потом спустя полгода их статья поменялась она стала содержать себе анкры как это делает ssd и это говорит о том что у них была был неудачный эксперимент вот и получилось а вот санками санками получилось и у меня опять же вот вопрос к вам как вы считаете вот какая из этих фич возможно что то еще и опять скину ссылку позволила на самом деле тот подход который предложил йола сделать работающим еще раз на повторюсь йола появился в семье 15-го года в конце 15-го года появился ssd и все двинулись в сторону анкербейс подкодов то что вот было вы создать ее туда же стал двигаться йола 9000 стал тоже анкербейс почему вот то исходные идеи которые идеологически просто один в один как центр нет перестала работать стало работать хуже чем анкербейс вот вдруг вдруг вы подскажете а в чем основная причина мы сейчас ее найдем опять же я отдам еще 10 секунд здесь уже есть 7 ответов вдруг за счет статистики за счет ансамбля мы найдем правильный ответ уже 15 человек еще давайте секунды 3 мне кажется будет 321 все я показываю что получилось так 27 процентов думает что это backbone который ориентирован на сегментацию на втором месте большее выходное разрешение и то что центр нет стал полностью сверточный еще примерно столько же переход от l2 лоса к фоколосу остальные достаточно минут я долго думал над этим вопросом и честно признаюсь любая из этих фич не может давать кардинального выигрыша то что мы используем полностью сверточную сеть да это лучше никакие fully connected detection не нужны это правда но глобально это не может сильно улучшить modern backbone мне кажется это очень сильная вещь на самом деле и это не причина почему ела провалился потому что мы все-таки сравниваем делу с анкорами и без анкоров мне кажется это не основная причина опять же сегментационно ориентированный backbone тоже кажется вряд ли большое выходное разрешение возможно но я думаю с маленьким тоже бы работала ну а тут добавлен еще один ответ позитивный негативный сэмплинг если но это как раз специфика анкорбейс да если вы работаете с анкорбейс подходами вас специальным образом устроен сэмплинг позитивов для тренировки негативов это очень большая головная боль на самом деле так называемый хард негатив майнинг но вот этого хард негатив майнинга в центре найти нет он там не нужен просто поэтому на мой взгляд это причина почему все не любят анкорбейс подходы после 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 снег сам сэмплинг он просто усложняет сильно архитектуру и добавляет много проблем если подводить некое резюме мне очень нравится первые два варианта в этом списке мне кажется что две вещи которые авторы сделали неправильно и пустили нас по ложному следу это не использование полно связанного полно сверточной сети и неправильный лосс для классификации все остальное достаточно вторично если мы это фиксируем то мне кажется эксперимент достаточно водитель но тем не менее это такие что было на самом деле и почему вот так сложилось кто знает добавлю еще одну интерпретацию никто не мешает сделать центр нет анкорбейст абсолютно не проблема итак на первом шаге мы находим ключевые точки на тип марта то есть по сути мы находим просто максимальные отклики и принимаем за вот эту позицию центр объект дальше по этим координатам x и y мы переходим в тензор в котором выполняется регрессии и просто берем оттуда значение x y смещение для каждого для каждой ключевой точки который нас интересует после того как мы получили значение смещения x и y у нас теперь есть координаты для каждой из ключевой точек и по этим координатам мы находим ближайший на тепловой карте ближайшую ключевую точку то есть на самом деле финальный результат у нас получается ну и еще делается один дополнительный шаг который считает смещение для каждой ключевой точки на тепловой карте чтобы вот эту компенсировать раз компенсировать падение пространственного разрешения вот так работать с интернет для ключевых точек аналогичным образом центр может работать для предсказания трехмерных баундинг-боксов для инстант сегментации центр нет может решать огромное количество задач это очень простая архитектура понятная и я считаю одна из самых удачных на текущий момент хотя там есть куча конкурентов вот тот же йола последний очень себя неплохо показывать теперь если говорить про центр нет и то какие особенности есть то я смог выделить три первое если вы тренируете центр нет то уже через каких-то 5-10 эпох вы должны получить хорошее качество хорошее как вот например показано на этом графике вот этот пример тренировки по моему это это детекционная задачка на код как выглядит тренировка уже через пять эпох качество по кукошной метрики мопэ достигает 26 26 мопэ в то время как финальный 42 конечно разница огромна но тем не менее 26 мопэ это очень много если вы запустите инференс через пять эпох вы получите адекватный результат многие сети анкар based не могут этим похвастаться и по сути вот такое такая интересная особенность позволяет вам легко идентифицировать ошибку вашу коде если вы не видите такой картины когда у вас достаточно быстро появляется достаточно неплохое качество скорее всего у вас ошибка в центре найти дефолтной реализации нет регуляризации вот ее нет совсем сеть тренируется без регуляризации веса могут улетать куда угодно в бесконечности сеть может разваливаться это нормально это дефолтной конфигурации и используется адом для тренировки это достаточно странное решение авторов тем не менее в реальной жизни развалить центр нет тяжело это можно сделать можно дойти до такой конфигурации тренировка когда у вас произойдет взрыв градиента конечном итоге и сеть разойдется но достигнуть этого тяжеловато на самом деле если говорить про способность который обычно для которой как раз мы обычно используем регуляризацию в частности в этики то опять же по моих экспериментам дефолтной конфигурации достаточно комфортно и то есть я не наблюдал что есть какие-то проблемы с регуляризации в общающей способности тем не менее если вас это беспокоит а меня это в частности беспокоит я вам рекомендую перейти с адама на адам в адам не нельзя использовать потому что у него нетипичной реализации ведь дикея и это известная проблема который фиксит другой оптимизатор адам в слава богом если здесь сейчас во всех современных фреймбеках то есть вы можете взять адам в добавить ведь детей скажем 10-3 и в принципе жить спокойно с тем что у вас теперь веса не улетают бесконечности я проводил такие эксперименты можно подобрать параметры для адам в такие же такие что будет итоговое качество как при обычном адами но будет спаться спокойней добиться лучшего качества с помощью адам в не не удалось как можно сделать с интернет лучше уже писалось в одном из ответов что надо использовать центр нет 2 чудесное решение авторы центр нет то не так давно выложили код для двухстадийного центр нет а по сути они взяли каскад rcnn и прикрутили к нему центр нет прекрасное решение сейчас они на пейперсвивкод на втором месте и на самом деле для меня это означает что это одна из лучших архитектурных текущих моментов если вам нужен жир нужно жирная двухстадийная архитектура центр нет отлично подойдет для рпн-сети которые делают пропозалы есть там еще небольшие нюансы именно как организовать каскад rcnm но в целом это типичные двухстадийные архитектуры но я про это сегодня говорить не буду я расскажу несколько немножко про техники которые достаточно стандартные классические их можно встретить в сегментации в detection который позволяет вам улучшить качество конкретно я с коллегами занимался этим для решения задачи детектирования ключевых точек и нужно обращать внимание на первый столбец который мы и улучшали это была наша целевая функция то есть мы смогли улучшить качество на 2 целых с чем-то и целых три десятых моп по ключевым точкам всего лишь замедлив инференс на 2,26 миллисекунды на мобильном телефоне на одном потоке то есть это все работало на одном гитре имею ввиду вот это постпроцессинг не был раз параллель и всего лишь на две секунды медленнее при этом мы получаем выигрыш на два с лишним моп в принципе если было если мы задались целью оптимизировать баунди боксы похожие техники можно было бы тоже использовать и по баунди боксом и вы получили что это за техники они известны то есть я повторюсь я просто покажу в качестве примера что это может так как мы детектировать ключевые точки то по факту для каждого объекта у нас было несколько скоров первый скор это скор от прямоугольника по хитмапе у нас просто в центре хитмапы в центре объекта у нас был скор в частности 031 для одежды с короткими рукавами для длинными рукавами на 29 еще у нас есть скоро у key point of ключевых точек потому что они тоже расположены на тепловых карт и мы можем собрать все ключевые точки и например посчитать среднее значение и вот на данной конкретной картинке видно что сеть в принципе ошиблась сказав сделал ошибку для класса что это одежда с короткими рукавами потому что видно как здесь ключевые точки неудачно расположен при этом для ключевых точек которые расположены удачно и это правильный класс на самом деле все хорошо соответственно если мы сможем использовать эти два значения с помощью такой линейной комбинации мы можем получить лучший результат очень простая идея если у нас сеть выдает несколько скоров для одного и того же объекта давайте используем при этом этот параметр альфа это просто гипер параметр я немножко попозже расскажу как его можно получить другая другой подход тоже очень известный это использование размытия по по карте в нашем конкретном случае наша сеть стала работать быстрее на какие-то копейки но тем не менее давайте я пока оставлю этот вопрос ну или в принципе вдруг кто-то сможет сказать с чем связано то есть мы добавили еще одну операцию в тотал тайм есть постпроцессинг то есть меньше вас видимо количество вариантов после трешков и в топ к у нас получается меньше значит правильно абсолютно верно за счет размытия мы убрали выбросы и за счет этого у нас в топ к то есть когда мы получаем уже потенциальные то есть мы уже готовим выход то есть мы делаем постпроцессинг у нас потенциальных кандидатов стало меньше и сам постпроцессинг стал быстрее очень простая операция и она очень легко интегрируется в центр нет в любую hit map у прекрасная работа в нашем конкретном случае у нас были разные сигмы зависит то есть одна другая система для центров для хитма по ключевым точкам другая это уточнение локации опять же здесь используется идея ансамбля по сути так как сеть у нас предсказывает центр нет две локации для ключевых точек исходную локацию которая группы с помощью регрессии полученные финальная локация которая получена после уточнения то в принципе никто нам не мешает с помощью опять же линейной комбинации найти более оптимальное решение и это добавляет целых целый 1 моп практически с минимальными затратами это очень простая дешевая операция объяснение этому следующее вот грубая оценка грубое смещение некоторых случаях могут оказаться лучше чем уточненная по хитмапе мы такое наблюдать и по сути вот такая линейная комбинация исправляет ситуацию когда грубая оценка была и последняя техника связана с особенностью этапа декодирования в центр нет то есть если мы возьмем для ключевой точки и мы разместим вот ну просто сделаем проекцию на какой-нибудь ось поставим значение где было срегрессировано примерное положение ключевой точки и просто отметим все остальные отклики на ключе на хитмапе и достаточно типичная ситуация когда есть вот такие выбросы которые больше порога насколько я помню в интернете на целых одна десятая и алгоритм декодирования следующий мы находим просто ближайшую некотором радиусе ключевую точку и в данном случае вот это было бы выбрано как правильно хотя совершенно понятно и очевидно что нужно брать и что можно предложить просто добавить еще перевзвешивание с помощью гауссова ядра вот такого тогда достаточно далекие ключевые точки при правильном выборе сигма они имеют достаточно большой скор и мы будем выбирать их вместо тех которые были по сути выбросы очень простое тоже решение это же добавляет качество опять же может быть проинтегрирована прям нейронная сеть как отдельный слой то есть в рамках то есть мы не будем писать никакой код на сетях это будет просто еще один слой в нейронной сети теперь как выбирать эти параметры во первых эти все техники работают с фиксированными нейросетями то есть нам не нужно их перетренировать а с факту вам нужно просто выбрать каждый из параметров каким-то образом сделать перебор есть известное решение виде рендом все еще в данном конкретном примере я вам покажу что будет если мы запускаем гречи что есть поиск равномерной сетки и здесь показаны 4 параметра сейчас я объясню здесь выглядит все достаточно страшно тем не менее вот сверху показаны параметры первой техники 070 75 то есть вот это вот квадратик соответствует параметру первой техники носить по оси y показаны параметры техники 3 таким же образом значение параметра 070 75 а каждый квадратик внутри соответствует сегмент для техники 2 напомню сигма это значение гиброразбытия для центров и для типом ключевой точки соответственно по оси x это центр ключевой точки центр объекта а по оси y ключевые точки и если мы захотим найти глобальный максимум он помечен вот этим белым крестиком все остальные крестики были получены на разных датасетах и по сути если вы запустите грид сёч который будет для каждого параметра независим то есть нам не нужно делать декартово произведения то есть для первого параметра 1 2 2 2 3 3 цикл независимо проходят если выберете достаточно неплохой датасет то все точки будут близки к глобальному оптику и это понятно почему потому что в принципе на каждом из вот этих квадратиков на каждый из этих hit map видно что качество представляет из собой некоторую я грубо скажу но выглядит так как будто это у не модальная функция с одним максимум этот максимум находится всегда в одной и той же точке где-то здесь где-то здесь и если вы для один каждого из параметров найдете точку оптимальную то в принципе потом вы получаете некоторое значение очень близко глобальному оптиму полный перебор делать не надо и есть еще третья важная особенность все эти параметры могут быть встроены прямо в нейросеть и обучается и обучаться прям в нейронной сети то есть вам не нужно их выбирать сеть нейронная сеть сама их выберем никаких ограничений чтобы этого не сделать нет мы до этого не добрались но в принципе вы можете сделать это самостоятельно и уверен будет еще лучше то есть никаких подборов параметров дополнительных все сделает все сама и будет я уверен все замечательно на этом я хотел бы закончить как раз я уважился 50 минут и вещи которые бы я хотел чтобы вы вынесли из моего рассказа центр нет я вижу пересмотр переосмыслением того что было предложено в йоле идеологически конструктивно йолы центр нет похоже но интерпретация центр нэти кардинально другая и за счет этой правильной интерпретации правильной интерпретации мы можем решать большое количество задач с более простом режиме без танцев с углубными с анкрами анкры это тяжело второе с интернета есть свои особенности частности отсутствие видите те дефолту это не проблема но тем не менее имейте это ввиду можете сразу перейти на дом в и быть счастливым дальше последнее чтобы я хотел сказать есть куча техник они достаточно хорошо известны которые позволяют вам скажем так улучшить вашу нейросеть минимальными затратами по времени и имеют по скорости инференса но при этом выигрыш может быть достаточно существенным и для продуктовой разработки мы в частности использовали вот эти решения они действительно добавляют качество на этом у меня все я еще вижу два вопроса ну не вопрос а комментария в 512 я извиняюсь я не обращал внимание на чат я готов прокомментировать или обсудить эти два вопроса я просто не знаю о чем о чем была речь если прокомментируете я с радостью меньше времени инференса дополнительным слоем были варианты а нет там прям мы делали исследование это не погрешность результат стабилен результат то есть мы делали замеры инференса очень аккуратно он стабильный то есть там действительно быстрее ну и уже разобрались с чем это связано что вопросы я буду рад на них ответить алексей на все таки не авторское мнение что они там базируется на йолота не автор статьи депс нет авторы так и считаю это у них достаточно уникальностью вот та интерпретация которую я назвал она субъективно это моя личная интерпретация на основании того как вот я достаточно давно изучает акционные сети авторы центр нет а ни в коем разе не считают свою работу развитием йола они не считают ее развитием вообще чего-либо они считают это у них достаточно уникальным решением я с ними согласен подчеркнул центр нет подарил миру интерпретацию новую того как могут работать детекционные сети проблема йола в том что люди не добили эту идею спустя полгода они от вот той идеи и который была в центр нет просто перешли к анкорбейс подходу как было в сэзди это можно отследить просто по ревизии статьи и на долгие годы то есть я думаю 19 как раз года до 20 весь мир жил на на анкорбейс подход за редким исключением потому что point-based подхода они тоже существовали но были не так популярны вот что я хотел почувствовать тогда какие устойки в центр неужели это они придумали шифты регрессировать нет смотри вот шифты регрессировать придумали не они есть статья восемнадцатого года я и сейчас не вспомню но вот а стой ты говоришь и регрессировать 15 я имел ввиду да вот то что регрессировать центр в этом центре регрессировать дальше шифты для этих ключевые точки это другая задача для бокса что то что бокс представлять регрессии из центра четырех вот этих ну собственно сторон все было был тоже самое если открыть йола оригинальную у нас есть то куда попал центр объекта из этого центра мы регрессируем смещение x y и прямую предсказываем в их а это вот первая версия и говорить о том что центр нет изобрел это не вот не поворачивается язык потому что йола выглядела абсолютно так проблема йола они не довели эту идею до конца они где-то споткнулись я перечислил день споткнулись там было куча ошибок возможно там даже были ошибки в коде но сама идея регрессировать эти небольшие смещения и регрессировать в х она абсолютно не нова них получилось написать работающий код я бы так сказал этот код сейчас очень популярен мы всем им пользуемся так еще вот днил я ответил да спасибо другой вопрос какие библиотеки используете для обучения центр нет я использую пай торч вот прямо сейчас я использую пай торч 17 и оригинальный центр нет со своими модификациями в оригинальном с интернете некоторые вещи мне не нравится переписаны они плюс вот то чем мы занимаемся в камертон мы в том числе работаем с интернетом и мы его переписали то как нам было бы удобно какое по используйте разметки данных ключевым точкам так как я я на самом деле не от сеть не текущего я по крайней мере этим не занимаюсь раньше мы использовали сиват там использую сиват для решения задач на самом деле наверное для ключевых точек мы не занимались разметкой данных даже когда мы делали продуктовую часть разметка данных занималась другая команда и наверное мне тяжело прокомментировать какой тут для разметки они использовали внутри нашей команды мы всегда использовали сиват спасибо даниил он скинул ссылку я считаю это один из лучших инструментов пользуйтесь спрашивает денис алексей а такой вопрос а вот в конце доклада ты сказал что можно занести параметры там галстук сглаживания и так далее прямо в сеть и попробовать это все обучить должно стать лучше а при этом самом начале ты сказал что существует рассинхрон между лоссом и финальной метрикой вот такой вопрос нет ли ощущения что если ты добавишь эти параметры и попробуешь их обучить станет хуже потому что вот сейчас таким тюнингом если он тебя постпроцессинг вы фактически вот есть ощущение что этим тюнингом фактически ты выправляешь рассинхрон лосса и целевой функции не для ощущений что станет хуже когда ты разморозишь эти параметры хороший вопрос сейчас я подумаю немножко вот интерпретации которые ты сказал что мы выправляем выправляем лосс мне кажется неверной потому что с лоссом то проблем нет есть проблемы с тем что моп мы можем получить одно и то же моп с разными значениями лосса с разными по сути сетями а мопа будет одно и то же условно говоря нам часто нет большой разницы с фаз позитивами если у них скор скажем 085 или 088 там есть конечно разница но можно привести пример когда это разница не будет мне кажется в этом дело